Рено Тракс предлагает пакет дополнительных функций Opti-Roll для автомобилей Magnum и Premium DX11EV, оснащенных автоматизированной коробкой передач Opti-Driver+, чтобы придать всем автомобилям данной гаммы новые преимущества и с новыми услугами сохранить позиции лидера в сфере потребления топлива. Пакет дополнительных функций Opti-Roll включает в себя три новых возможностей. Функция Opti-Roll представляет собой новый регулятор скоростей, который называется Soft Cruise, а также запрет режима Power. Целью Opti-Roll является уменьшение влияния инерции движущегося автомобиля. В механике это достигается путем размыкания кинематической цепи автомобиля, воздействуя на передний редуктор автоматизированной коробки передачи Opti-Driver+. Функция Opti-Roll встроена в регулятор скорости Cruise Control по двум причинам — для обеспечения экономии потребления топлива и для обеспечения простоты управления и комфорта для водителя автомобиля. Новый регулятор скоростей задействует экономичные режимы двигателей DXI-11 и DXI-13. Цель очень проста. Эта функция позволяет соблюдать экономию топлива, которая является, естественно, следствием снижения скорости движения автомобиля и использовать более экономичные обороты двигателя. Это достигается снижением скорости движения, относительно изначально заданной, на 2 км в час для DXI-11 и на 3 км в час для двигателя DXI-13. Режим Power изменяет стратегию работы коробки передач. Данный режим приводится в движение, когда педаль акселератора соприкасается с точкой сопротивления, расположенной под ней, что позволяет перейти на пониженную передачу и более высокие обороты двигателя. Он обеспечивает необходимое кратковременное ускорение, но требует немного больше топлива. Поэтому логично, что мы решили отключить данную функцию в опции OptiRoll для исключения повышения расхода топлива. В сравнении с предложениями конкурентов, функция OptiRoll включает в себя два аспекта. Во-первых, данная функция доступна исключительно в режиме груз-контроль. Во-вторых, диапазон регулирования зафиксирован от плюс семи километров в час и до минус трех километров в час по отношению к изначальной скорости. Данный диапазон фиксирован только для того, чтобы гарантировать нашим клиентам и водителям экономию расхода топлива и для обеспечения комфорта и простоты управления автомобилем. Получаемая экономия при использовании пакета функции OptiRoll зависит, естественно, от профиля дороги, от загрузки автомобиля, от скорости движения и от использования системы круз-контроля. Мы считаем, что пакет функций OptiRoll позволит достичь экономии топлива до 0,9% для Premium Root и 1,2% для Magnum. Меня зовут Жером Оливер. Я отвечаю за обучение рациональному вождению в компании Renault Trucks. Ежедневно я провожу обучение OptiFuel Training. Коробка передач OptiDriver Plus очень проста в использовании. Достаточно перейти в режим Drive, и коробка передач будет автоматически осуществлять смену передач. Коробка передач OptiDriver Plus переключает передачи в зависимости от крутящего момента двигателя. Максимальный крутящий момент двигателя обозначен на тахометре зоной, окрашенной зеленым цветом. Именно в этой зеленой зоне наиболее экономичный расход топлива. Сегодня автомобили Renault Trucks имеют одну из самых широких зеленых зон на всем рынке. Для того, чтобы воспользоваться функцией OptiRoll, требуется применение регулятора скорости, круз-контроля. Функция регулятор скорости активируется выключателем на приборной панели. Скорость движения выбирается путем нажатия на кнопку «плюс» или «минус» рулевого колеса, как только будет достигнута желаемая скорость. Здесь мы устанавливаем заданную скорость на 90 километров в час. Заданную скорость можно регулировать кнопками «плюс» и «минус». На правой стороне рулевого колеса находятся две другие кнопки, связанные с регулятором. Кнопка «ноль» отменяет регулирование скорости движения. Кнопка «Р» позволяет установить регулирование скорости движения на последнюю используемую заданную скорость. Не рекомендуется использовать регулятор скорости при интенсивном движении и во время дождя. «Софткруз» — это название регулятора в скорости «Рено Трак» с последнего поколения. «Софткруз» обеспечивает наилучший компромисс между экономией топлива и эксплуатационной скоростью. В некоторых случаях это выражается в снижении скорости автомобиля по отношению к заданной скорости, чтобы использовать наиболее экономичный и эффективный режим работы двигателя. В случае автомобиля «Рено Премиум» данное снижение скорости ограничено до 2 км в час. Новые стратегии «Софткруз» позволяют использовать регулятор на среднехолмистых участках дороги, не оказывая негативного влияния на расход топлива. Часть энергии, используемая для того, чтобы разогнать автомобиль до данной скорости, может быть возвращена в виде инерции. Роль инерции увеличивается с увеличением перевозимой массы и скорости автомобиля. В некоторых ситуациях, отпустив педаль акселератора, автомобиль будет продолжать свое движение, не потребляя ни капли топлива. Естественное торможение двигателя будет оказывать противоположность, действия инерции и определит расстояние, которое можно проехать без прибавления газа. Для использования наилучшего равновесия между оптимизацией расхода и комфортом эксплуатации, мы рекомендуем выбрать заданную скорость 83 км в час. Это позволит функции «Оптирол» работать на всем своем диапазоне, не требуя вмешательства водителя. Скорость автомобиля будет колебаться от 80 до 90 км в час в зависимости от рельефа местности. Более того, простой факт выбора скорости ниже 90 км в час позволяет сэкономить топливо. Для того, чтобы фаза «Оптирол» отключилась, необходимо, чтобы автомобиль имел отрегулированную скорость движения, а дорога жла слегка под уклоном. Функция «Оптирол» активна по умолчанию при запуске автомобиля. Когда функция «Оптирол» отключается, изображается значок «Е плюс» и регулирующее устройство устанавливает коробку передач в нейтральное положение посредством переднего редуктора. Режим работы двигателя снижается до оборотов холостого хода, и автомобиль начинает двигаться по инерции. Торможение двигателем не мешает продвижению автомобиля вперед. Чтобы поддержать холостой режим работы двигателя, требуется очень малое количество дистоплива, примерно 1 литр на 100 км. Чтобы автомобиль мог наилучшим образом использовать свою инерцию, функция «Оптирол» позволяет автомобилю набрать большую скорость относительно заданной скорости. Такое превышение заданной скорости ограничено 7 км в час. Достигнув этого предела, коробка передач автоматически включает наиболее подходящую передачу, чтобы отрегулировать скорость движения автомобиля. Если этого недостаточно для регулировки скорости движения автомобиля, автоматически задействуются замедлители. В целях наилучшего использования инерции автомобиля, функция «Оптирол» всегда остается активной ниже заданной скорости в пределе минус 3 км в час. По достижении этого предела автомобиль перейдет на тяговую фазу, и двигатель разгонит автомобиль до заданной скорости. Если водителю необходимо увеличить скорость автомобиля, можно временно прервать фазу «Оптирол». Нажав на педаль акселератора, кинематическая цепь немедленно замыкается. Впоследствии, отпустив педаль акселератора, будут снова возможны фазы «Оптирол», так как регулятор скорости все еще остается активным. Любое воздействие на педаль тормоза приводит к немедленной остановке фазы «Оптирол», а также отключает регулятор скорости. Точно так же любое воздействие вручную на замедлитель приведет к немедленной остановке фазы «Оптирол». Напротив, регулятор скорости отключится только в том случае, если скорость автомобиля окажется ниже заданной скорости. Функция «Аптирол» может быть отменена нажатием на специально предусмотренную для этого кнопку. Когда функция будет отменена, на приборной панели появится надпись «Е-Офф». Рекомендуется отключать функцию «Аптирол» в горной местности. Следует заметить, что диапазон регулировки плюс 7 км в час сохранится. На крутых спусках фазы «Аптирол» будут прерваны, так как предел превышения скорости будет достигнут слишком быстро. Рекомендуется в данном случае управлять спуском классическим образом, используя голубую зону на атохометре и применяя замедлители. Внимание! С функцией «Аптирол» или без нее, с режимом регулирования скорости движения или без него ответственность за скорость автомобиля несет водитель. Конечно же, можно использовать программу «Оптифьюл Инфомакс» для того, чтобы сделать очевидными преимущества, которые предоставляет функция «Аптирол». «Аптирол»